Северсталь в первом после возобновления чемпионата КХЛ-матчу в Москве встречалась с ЦСКА. Пришлось играть без трех хоккеистов, выступавших в составе сборной России на Евротуре, так как они еще в воскресенье проводили матч Кубка Карьева. Мы им дали отдохнуть, потому что они вчера очень поздно приехали. Тем более Вовченко просил четыре выходных, надо ему хотя бы еще один дать. А вот игроки других национальных сборных вышли на лед. Также вернулись в строй некоторые травмированные ранее хоккеисты. И один из них, Илья Хохлов, открыл счет в матче в конце первого периода. Цель достиг дальний бросок череповецкого защитника. Во второй и третий матч армейцы прибавили в активности и смогли забросить две шайбы подряд. В первом случае череповчане ошиблись при выходе из своей зоны, а во втором не уследили за нападающим москвичей перед воротами. Однако переломом в игре этот успех армейцев не стал. Еще до второго перерыва у Северстали нашелся ответ в виде броска Андрея Алексеева. В третьем периоде овертайме счет не изменился. В серии после матчевых бросков, точнее, были армейцы. Итог матча 3-2 в пользу ЦСКА. Победная серия Северстали прервалась, но серия с набором очков достигла уже 12 матчей. Соперник мобильный, энергичный, очень дисциплинированный в выполнении игрового задания, терпеливый, без шайбы. Ну и, конечно, очень резкий, особенно в зоне атаки. Ну, если бы перед сезоном сказали, что вот экватор чемпионата, и мы с ЦСКА будем играть за третье место на Западе, я бы, конечно, не поверил. Пока так складывается, поэтому я благодарен ребятам, что сегодня хороший настрой был у ЦСКА, что мы выдержали их напор, сыграли правильно. Северсталь занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В среду череповщане сыграют с еще одним своим прямым конкурентом Минским «Динамо». Владимир Сентябрев, новости.